3D-моделирование и 3D-печать теперь доступны для изучения молодежи Энгельса. На базе приборостроительного объединения «Сигнал» открылся Центр инновационного творчества. Юным изобретателям доступны самые современные разработки и оборудование. Мир технологий для молодежи оценила наша съемочная группа. Делают модели сейчас пока в двойной графике. После этого часть деталей делают на лазерном станке, делают такие модели эскизы, части составные корабля, скажем так. Зона свободного доступа для юных умов открылась на базе «Энгельского сигнала». В новом Центре для молодежи открыто 3D-моделирование и 3D-графика. Михаил похожими разработками занимался на самом «Сигнале». Говорит, здесь возможностей гораздо больше. Тоже ЧПУ-станок, то есть удобство, то что работать с компьютером. Не стоять возле станка и вводить на нем чисто, а с компьютером, то есть как более привычный. Лазерный станок, в принципе, у нас здесь на заводе я на нем не работал, здесь пробовал. Здесь можно разработать новые устройства и производить их прототипы с помощью опытных инженеров и конструкторов. Двери центра открыты для всех, кто интересуется современными разработками. Но будущее, конечно, за молодежью. Сейчас вот уже идет такая программа, что внедряется в образовательный процесс в школах. Жаль, что не во всех школах пока есть, но в планах, я так понимаю, что оснастить все школы такими роботами. Потому что практически все занятия, математика, физика, информатика, они могут проводиться с помощью вот такого робота. Участниками проекта могут стать даже самые маленькие изобретатели. Для них здесь продумали специальную программу. Для более младших детей, потому что сейчас появился большой интерес от родителей, скажем так, у которых детям 6, 7, 8, 9 лет. Ребята хотят заниматься различными науками, но они не знают, чем конкретно. Поэтому решили сделать направление марабака, направление, которое будет включать в себя все. То есть от дизайна до начальной робототехники. В центре молодежного творчества можно перевести теоретические наработки в практический проект. Открытие подобных центров – это возможность восстановить техническую грамотность страны и создать собственный инновационный кластер. Самое важное, что здесь есть неравнодушные преподаватели, которые помогают этим ребятам понять основы созидания. То есть сюда любой человек может придеть с идеей и, благодаря наличию вот этого оборудования, прекрасного современного оборудования, свою идею превратить в макет. А дальше уже можно подумать, как на базе этого макета открывать уже какое-то мелкосерийное, но в идеале крупносерийное производство. В этом году открыли уже пять подобных центров. Два из них на базе работающих предприятий, что помогает заложить хорошую техническую основу. В следующем году программа будет продолжена, и в регионе появится еще несколько молодежных центров. Елена Губенкова, Максим Густавалов, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...